Снимаются маски и голограммы, все вокруг предстается глаз на своему эфирному коду ДНК. Тонкая копия вышла на нем, он как в латах. Латы. Защищаем его физически-биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Карлиса в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Карлиса поднимайся в комнату диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Карлиса. Интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке? Доверит ли нам свое биополе наперед сеанс? Доверит. Хорошо, я даю команду скэннеру. Это ты говорила, там латы в нем висят, да? Да. Даю команду скэннеру, скэннер сканирует Карлиса, отключает эти латы до последнего чипа датчика импланта конвектора, до последнего проводка вместе с сопутствующими энергиями, выдавливает это все из биоробота и отправляет в клетку тюрьму. Пошел процесс. Ну вот эти латы, они у него как частями, как… Ну понял, да, как наложены, одна за другой, да? Одна за другой, крупными частями, и они начинают шевелиться все и сниматься, отключаться от него. Отлично. Ждем окончания. Руки, плечи, голова, лицо, грудь. Полностью. Ну, ноги открыты у него, сзади вроде есть икры, а с живот ноги открыты. Остальное все в латах, чешуйчатые, крупные такие листы. Посмотрим, какой паразит стоит за этими действиями. Интересно. Хорошо. Готово. Хорошо. Я даю команду на счет три. Скэнер сканирует пространство над головой Карлиса под ногами, 360 градусов вокруг него. Один, два, три. Скэнер сканирует все семь тонких тел Карлиса, находит все. Знаешь, у него в ногах такой квадрат, и он к нему приклеен. Он не может поднять ноги. Хорошо. Я даю команду скэнеру. Скэнер сканирует пространство под ногами. Выводит этот квадрат полностью до последней частички. Отключается все. Сопутствующие энергии, датчики, импланты. Все выходит. Отправляется в клетку-тюрьму. Этот квадрат вышел, но у него на ногах клей остался. Он тянется. Хорошо. Помогаю моей энергией, силам его намерения. Весь этот клей выходит до последней частички микрона. Все выходит, формируется в шар. Да, будет так, а так и есть. Пошел процесс. Клей вышел к квадрату. Присоединился. Отправляем в клетку-тюрьму. Готово. Скэнер сканирует еще? Да, еще раз команду. Даю команду скэнеру на 4. Скэнер сканирует пространство над головой Карлиса, под ногами 360 градусов вокруг него. Скэнер сканирует систем тонких тел Карлиса. Находит все. Демон выжил. Демон. Хорошо. Инсектоид. У него рептилоид. Репт. Сколько греев? Или кто-то прячется, Вера? Сейчас, подожди, рептилоид какой-то необычный. Необычный. Хорошо. Сделаем его обычным сегодня. Два грея и у него гуманоид. Два грея и гуманоид. Больше никого? Нет. Хорошо. Итак, демон считает цифры над головой демона. 14. 14 герц. Хорошо. Сколько находился в биополе? Два года и три месяца. У тебя есть контракт? Нет, но все к этому идет. Он его с разных сторон пробует. Хорошо. Что из твоих подключек находится в клетке? Латы? Квадрат? Приклеенный клей? Квадрат. Квадрат. Хорошо. Подтяжеляющий. Все. Идем дальше. Инсектоид. Тормозящий. Сколько ты находился инсектоид в этом биополе? 4 года. Сколько у тебя инкубаторов? У него не инкубаторы. Он какие-то личинки показывает. Он разводит личинки. Корм он разводит. Ты корм разводишь? А кто тебе инсектоид разрешал разводить в его биополе корм? Давал тебе Карлис разрешение делать из себя? Нет, не давал. Кислота у него какая-то. Он использует кислоту. И ты не боишься ответственности? Если Карлис захочет, он тебя скинет просто в галактическое ядро с твоими личинками? Или ты думаешь, это серая зона и здесь не действует законы мироздания? Он мне отвечает. Он глазами туда-сюда водит. Хорошо. Получает удар 50 тысяч герц. Удар. В следующий раз будешь отвечать, когда я тебе задаю вопрос. У него панцирь. Влад, серги его панцирь. Вот сейчас удар попал ему в живот. То же место, где он был у Карлиса и я прочувствовал. Хорошо, инсектует. Вот так оно ощущается, законы кармы. Сделал, получи. Идем дальше. Необычный рептилоид. Чем он необычный? Рептилоид, чем ты необычный? Считай цифру у него над головой. Он мимикрирует. Влад, дай ему удар, чтобы мимикрация закончилась. Удар. Больше на ящера похоже. Хорошо. Ты закончил с этим театром или я тебя сейчас буду сжигать здесь паразит? Ящера, да. Считай цифру ящера над головой. 804. Ну хорошо. 804 ящер. Два Грея. Посмотри, кто из них органический, неорганический. Зеленый, красный маячок органический, зеленый, неорганический. Красный. Какого цвета маячки? Зеленые оба. Оба. Хорошо. Греи наблюдатели. Они 5 месяцев. 5 месяцев. А рептилоид кто? Нет, рептилоид это ящер. В смысле ящер, кто он? Исполнитель, инициатор, кто он? Хозяин. Хозяин чего? Он отдает приказы. Чьи это латы? Гуманоида. Латы гуманоида. Хорошо. Хорошо. Сколько находился ящер в биополе? Необычный ящер. 4 года 6 месяцев. У тебя есть контракт с ним, разрешающий тебе нахождение здесь, в этом биополе? Пребывание? Нет. Значит, по всей строгости закону будешь отвечать. Гуманоид откуда пришел? Орион. Кто ты? Вспытываем технологии новые. Что ты воровал? Он скрещивал биоматериал. Где ты его скрещивал? В его биополе? В латах. Для какой цели ты биоматериал скрещивал в латах? Эти латы, они выполняли какую-то роль колбы. И вот эта внутренняя поверхность у них, они имеют свою биомассу. Сколько ты находился в этом биополе с этими латами? Были другие, облегченные сперва. Потом технологии они усовершенствовали. И вот эти латы на нем начали работать 3 года 7 месяцев. 3 года и 7. Начали обмен биоматериала постепенно. Ты уже забирал эти латы из его биополи и отправлял их на свою планету? Нет. Они делают эксперимент обмена вот этих биомассы. И когда этот обмен получается, они как наращиваются, наращиваются. Интересно. А он тебе разрешал это делать? Кто его спрашивал? А я его сегодня спрошу. И знаешь почему? В моих руках появляется живая плазма. Итак, ящер. Итак, гуманоид. Мы сегодня спросим Карлиса, как он хочет с вами поступить. Если он скажет подарить вам живую плазму, я с удовольствием разделю этот шар на две части. И каждый из вас получит ее. Все понятно? Гуманоид. Он машет руками. Уже поздно руками махать. И говорит, что нет, нет. Этого не надо делать. А кто же тебе разрешал три года и семь месяцев сидеть в его биополе и экспериментировать на нем? Вот он сейчас захочет над тобой поэкспериментировать и посмотреть, а что же будет, когда гуманоид проглотит этот шар? Или хоть частичка этого шара коснется тела гуманоида? Он имеет право в своем биополе? Он говорит, что он не разрешает. А он тебе разрешал? Я у тебя спрашивал. Ты мне сказал нет. Они не спрашивали. Вот видишь, гуманоид, вот видишь, и мы тебя не будем спрашивать разрешения. Ты просто не понимаешь, на чьей территории ты находишься. Ты в его биополе, он хозяин своих энергий. Он может тебя скинуть в галактическое ядро одним своим словом. И я это исполню. Че притих? Хорошо, Вера, начинаем с реверса энергии. Я даю команду тонкой копии Карлиса с проецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоаберационную энергию в его биополе. Каналы выстроились сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоаберационной энергии и откат всех негативных программ негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродное по отношению к Карли. Свою энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилий потоки в сто раз. Демон, два и три года ты сидел. Два года и три месяца. Объясни твое присутствие в этом биополе. На что зашел? Мысли у него темные всегда. Негативные. Негативные. Как веревочкой притянул меня. Я начал пробовать и вселять их. Рюмочку подносить. Рюмочку подносить. Ну это мне уже ближе. Хорошо. А какие мысли наливать? Скажи-ка мне, о каких мыслях идет сейчас речь? Я должен понимать, о чем идет речь. Темные мысли это слишком расплывчато для меня. Ну он рассказывает, рассказывает. Я даже не могу объяснить. В общем от него идет информация, что бывает позитив, бывает негатив. Человек, когда идет с позитивом, не понижает вибрации. А у него вниз всегда уходили мысли и идет вниз вибрационно. Он всегда о плохом думал, что ли. И это неправильно. Ну демон, я думал, ты как-то кооперировать будешь и будешь мне как-то давать более ценную информацию. Я надеял, думал тебе отдать лярвы в конце этого сеанса. Если они тебя интересуют, конечно. А что, все плохо ему? Как еще сказать? Ну как? Ну дай мне конкретно, как это плохо все? Все плохо ни у кого не бывает. Когда-то же бывает и хорошо. Или человек из любой ситуации делает негатив и ищет его. И видит только негатив. Мне нужно понять. Вот, вот, типа этого. А я усиливаю. То есть любой ситуации? А, вот как. Хорошо. Убухал у него эту слабость и подтянулся. Отсутствие позитивного мышления, да? Да. Хорошо. Грубость. Грубость. Отсутствие позитивные ответы. Крик. Страх. Ненависть. Самое главное. У него нет защиты в виде улыбки и юмора. Вот это да. Это, конечно, важная информация. Хорошо. Я тебе отдам лярвы. Где лярва находится в его биополе, где он скажет? Голова и шея. Хорошо. Дойдем до этого момента. Я дам тебе отдельную команду. Ждем окончания реверса. Реверс закончился? Закончился. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Карли забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли возвращает Карли с себя обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Все родные энергии. Все пошло назад. От мощным потоком. От этого квадрата? Да. Эта информация идет. Ограничения. А какие там ограничения? Ограничения передвижения. А ну объясни мне, демон. Это твой квадрат. Что там за ограничения передвижения? А я чего? Я ничего. Это ваши. Что ваши? Правители ограничили ваше передвижение. И я лишь сузил его до более меньших размеров. Не я положил в голову. Запреты. А ну-ка объясни мне сейчас подробнее. Что ты там сузил конкретно? Меньше передвигаться надо. Сидите дома. Ну и чем тебе это хорошо? Портал у меня там рядом. В квартире, да? Контролировать могу постоянно. Понятно. Насчет портала. У нас сегодня есть задание. Чистите этот дом. Я спрашиваю все, кто присутствует еще в доме. Грей присутствует. Грей. Демон. Все. Хорошо. А рептилоид ящер не присутствует? Нет. Грей, я смотрю, не такие вы уж и наблюдатели. Мы наблюдатели. Да? А что вы делаете в квартире, где даже ящера нет? Сбираем энергию. Вот. Вы уже не наблюдаете. Там рептилоид есть. Ну хорошо. С платами. Так вы и с рептилоидом, и с ящером работаете? Нет. Они не работают с ящером, и с гуманоидом. Они наблюдают за их экспериментом. А вы воровали сами энергии? Когда подключались к нему, нам нужно было чем-то поддерживаться. Питались. Как сейчас. Именно поэтому ты нас притянул. Ну если ты питаешься, значит ты был подключен все эти три, сколько, пять месяцев. Значит ты тоже воровал у него энергию? Какой же ты наблюдатель? Подворовал. Слушай, Грей. Я не синхронизировала. Грей, я сейчас выставлю канал и притяну твою тарелку вместе с остальными Греями. И накажу вас всех. Если ты будешь пытаться мне здесь что-то рассказывать, ты узнаешь всю мою решительность. Ты меня не слушаешь. Я не синхронизирован с ним. Это давало мне возможность. Заходите выходить из его полей. Наблюдая за экспериментом. Я не находился постоянно в нем. Хорошо. Но когда находился, как сейчас, да, я подпитывался энергией, чтобы продолжать работать и наблюдать. Хорошо. Ждем окончания реверса. Будем разбираться и посмотрим, был ты синхронизирован или нет. Закончился реверс. Хорошо. Даю команду скэнера. Если что-то осталось на чистоте гуманоида, он сканирует сейчас тело и выводит полностью необнаруженные подключки, а также энергии, связанные с его подключкой и самим гуманоидом. Пошел процесс. Все на чистоте гуманоида выходит и формируется в шар. Фантом вышел. Открывая портал в галактическое ядро, фантом уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо. Грей, что-то осталось? Нет. В биополе, в смысле. Хорошо. Ящер, что-то осталось в биополе? Да, осталось. Выходи, ящер, вытаскивай все, что я оставил в его биополе и докладываю мне о готовности к проверке. Проверка будет проходить несколько миллионов герц. Если вдруг кто-то что-то случайно или нечаянно забудет, он просто сгорит в этой клетке по каналам. Я вас предупредил. Он вынес какой-то, как цилиндр такой, где-то полметровый, прозрачный, как колба. И этот центр, как сказать, туда подключена была, вот эти латы были подключены полностью через него. Центр жизненных сил. Так. Кто это вытащил? Выстраиваю канал от Карлиса к этой колбе. Один, два, три, реверсом и весь негатив, который пришел из этой колбы. Пошел процесс. Готово. Устанавливаю фильтр с золотой сеночкой и забираю из этой колбы все родные энергии. Лучным потоком все пошло назад. Возвращаются ему родные энергии. Энергии много возвращается. Радость возвращает. Картинки идут какие-то. Отлички его жизни. Мне интересно, как коммуноид среагирует, когда Карли скажет, давать я плазму живую или не давать. Вот это мне сейчас интересно. А все остальное, это закономерно. Все вернулось к нему. Хорошо, выходит инсектоид, вытаскивает все, что он оставил в биополе. Если он еще раз попробует мне какой-то панцирь свой показать или какие-то защиты, я из него сделаю арахноида. Пошел инсектоид. Вытаскивай все, жидкость не забывай. Все крепления отключай. У него какой-то такой, как полукруглый, полуовальный. Не знаю, что это, как сосуд такой, который он в личинке там в нем вынесу. Хорошо. Демон, твоя очередь. Выходи. Отключайся полностью. На месте должи. То, что ты все снял. Приступай. Что ты установил? Объясни, как... А, квадрат у него был. А еще что-то есть? Да, есть красные такие, как лихрил вокруг ног у него. Демон, а что тебе так понравилось? Все-таки 14 Гц, но случайно не заходит так. Это бесы, черти могут заходить. Где ты там увидел перспективу, объясни мне? Мне нужно ключевое слово, от чего все остальное идет. Если ты мне его дашь... Ну, я-то на негатив зашел. Ну, правильно. Негатив имеет 99% населения Земли. Ты не каждому приходишь. Ты увидел какую-то перспективу, что тебе понравилось. Вот я хочу узнать. Нет, у многих есть перепады настроения. Да. А здесь образ мышления такой негативный. Так высосали его в эту колбу. Все понятно, хорошо. На этих эмоциях и держался негативных. Все понятно. Значит, выбора ему не оставили. А ты пришел уже практически на готовое с этим квадратом. Так и есть. Все снял он. Усиливая все. Хорошо, разрешаю тебе забрать эти лярвы. Ничего не забывая, приступай. Черные лярвы или серые? Карлис ему говорит, не подходи ко мне, сущность. Карлис, пусть он заберет. Пусть он заберет. И он говорит, я аккуратно сниму и уйду. Все правильно. Пусть он заберет Карлис. Не бойтесь, его мы рядом. Да, он снял все. Переходим к рассинхронизации. Даю команду на рассинхронизацию Карлиса. Вот Демон, он наконец-то нажал слова. Давай. Он говорит, что его ничего не радует. Ничего не радует. Ну, мне это уже о чем-то говорит, Демон. Хорошо. Тебя интересует эмоционально, Фантом? Нет радости в жизни. И меня это радует. Интересует. Отдам тебе его после того, как я закончу проверки. Ждем окончания рассинхронизации. Готово. Отлично. Включая внутренний белосвет Карлис, этим светом выдавливает из себя все негативные патогены низкооперационной энергии, находясь в его биополе. Один, два, три, энергии выходят, на частотах интерферентов энергии выходят, все остаточные энергии выходят, и формируется все это в шар перед ним. У него выходят остаточные энергии от лад, от биомассы, которая была. Готово. Открывая портал в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрываем, опечатаем, растаряем. Готово. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чистый. Хорошо, подхожу к Карлису, помогая моей энергии, сделать импульс высокой аббрационной шоку-удара и сжечь все каналы к интерферентам на счет 3, 1, 2, 3, удар, отлетает каналы. Открывая портал в галактическое ядро, каналы улетают на переработку. Закрывая, опечатывая, растворяем. Готово. Выходит эмоциональный фантом Карлиса, проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы. А также всю низко аббрационную эмоциональную энергию проецируется на его эмоциональном фантоме. У него вышел эмоциональный фантом и тонкая копия, она осознанная у него, она объясняет. Все началось с давящих переживаний, которые он пропустил, и они перешли в депрессию. Карлис, вы готовы с этими энергиями расстаться? Да. Сворачивай энергии в шар. Демон забираешь? Да. Отправляю демона. Да, готова. Готов уходить, демон? Его в квартиру надо. А, он еще в квартире остался. Хорошо, демон, тогда мы еще сделаем следующий вариант. Я еще буду чистить тот дом и собирать весь негатив. Тебя этот негатив, наверное, тоже интересует, да? Ну, да. Хорошо, значит, тогда я сейчас открою портал в квартиру, и ты пойдешь, вернее, в этот дом, и ты соберешь все пока, что ты там оставил, а после этого я приду, проверю. Мы закроем все порталы, и я выпущу тебя вместе с этим негативом на твою чистоту. Все понятно? Понятно. Хорошо, открывай сейчас портал в квартиру. Один, два, три. И демон уходит в этот портал, в дом Карлиса. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. А с другими мы пока отправлять никуда не будем. Мы будем разбираться. Хорошо. Так, инсектоид у меня еще остался. Лия, прошу тебя выйти со мной на связь. Слушаю тебя. Я приветствую тебя, Али. Будь любезно, посмотри, пожалуйста, у меня здесь находятся космические ящер 804-й с подключками. Инсектоид тоже там выращивал личинки какие-то в биополе и гуманоид цариона, который больше всех нанес вреда, на мой взгляд, своими действиями. Греев, инсектоида, отпускай гуманоида ящера. Мы заберем, все остальное уничтожить. Понятно. Хорошо. Инсектоид, ты больше никогда не войдешь в это биополе. Тебе это понятно? Да, он форчит. Греев, вы больше никогда не войдете в это биополе. Вам это понятно? Греев, дом идут. Хорошо. Давай отпустим тогда Греев тоже в дом. Тогда открываю наверху портал против часовой стрелки на чистоте инсектоида 1, 2, 3. И инсектоид забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрываем, опечатываем, растворяем. Открываю портал в дом и отправляю туда двух Греев, дом Карлиса. 1, 2, 3. Греев собирает все свое оборудование и дождается нас. Закрываю, опечатываю, растворяю. Готово. Хорошо. Скажешь, как заберут? Их забрали. Хорошо. И под 7. Что у нас там в одной клетке находится или в разных? Латы, квадрат. В разных. Хорошо. Под этими клетками, где находится латы, квадрат, клей и эта колба открывается в воронках в галактическое ядро. Засасывает туда это все. Уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатываем, растворяем. Готово. Клетка пустая? Да. Поехали дальше. Готово. Хорошо, Карлис. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Я сейчас прекрасно чувствую. Что дальше? Вы понимаете причину того, что вас сидело? На что они зашли? Вы слышали весь наш разговор. Что мне теперь делать? Менять свое мышление. Постоянно к вам ходить? Нет, конечно. Менять свое мышление. Вы должны позитивно мыслить. Вы видите во всем негатив. Это я понял. Наш администратор... Что мне делать, чтобы они не зашли ко мне больше? Вам нужно будет делать то, что перешлет вам наш администратор после сеанса. Она перешлет вам, что необходимость заправки энергии, как мы сегодня заправляли вас в сеансе. Вы должны выдавливать из себя негатив, который у вас в течение дня накапливается, и сбрасывать этот негатив осознанно. На нашем канале есть видео, которые обучающие. На этих видео вы можете учиться, где объясняется более детально, как чувствовать эти энергии, как их визуализировать. Когда вы будете заправлены энергией и не будете иметь в себе негатив, ни одна сущность не сможет зайти в ваше биополе. Точно так же для этого существует защита Меркаба, которую мы установили в вашем биополе. Вам надо будет просто устанавливать эту защиту и дополнительно. И ни одна сущность не войдет в вас. Вам это понятно? Да, понятно. Да, видел Меркаба. Благодарю. Хорошо. Сейчас мы вернем вас назад в вашу систему Биоробот Душа и перейдем к чистке вашего дома. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Карлиса в систему Биоробот Душа, заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Готово.